Пастырь, от которого многие, может быть, обратились, читают. И что они нового нашли? Он говорит, грех становится крайне грешен посредством заповеди. Оказывается, грех, да еще может быть грешен, да еще и крайне грешен. Спроси сегодня, кто про это знает, понятия не имеет. Ну грех какой? Ну большой или маленький грех, мы-то так судим. И большой грех томит душу. А маленький грех, ну на каждом шагу, оскорбил, сказал неправду, облыженное слово повесил на другого. Рассказывает, к одному пустыненьку пришли двое. Один горькими сызами выливается, а другой веселый. Он сам расспрашивает, в чем дело? Вот я пал, грех, большой грех. А тот говорит, там ничего такого не было, ну было там, где-то поссорился, сказал и так, и все. Он дал каждому по корзине и говорит, иди, найди камень, чтобы полная корзина, один камень. А другому, говорит, ты маленькие камушки собери, полную корзину. Тяжесть одинаковая. Пришли. А теперь вы сидите и разбросаете. Ну тот, что бросать, бросил камень, он лежит. А тот камушки разбросал, вернулись. А теперь пойдите, снова соберите. Тот пошел камень опять, загрузил в корзину. А который мелкий похоронил, два собрал, остальные все одинаковые лежат. Ну какой брать-то? Это как песчинки в куче. Ну ты понял, говорит, нет? В этом есть смысл. Большой грех, он приведет к покаянию, как пророка Давида. А потом, что делал Давид? И делал такое. А о чем уже нигде не читаем мы. Он только сам о себе говорит. Я пал, я согрешил. Он только один грех вот этот видел. А что вопреки законам дальше, нарушения какие были, нарушения явные, достойные смерти его. Это уже уходило где-то мимо. Невоспитанность детей в семье потрясающая была. У Давыда в семье яролаж был абсолютный. Брат насилует родную сестру. Но это ясное дело не в каждой семье. Другой брат режет глотку, брат уже, это всего него. И он говорит, видел, зовут, что завел с кароходов, а он и ничего не предпринял. И он не ставил вопросов, а зачем тебе нужно обессалом, а кто ты что сейчас сделаешь? Он даже вопросов не ставил. Святые говорят так, невоспитанные дети, это твоя смерть. А Давид разве про это не знал? Притом он разве не знал, что смерть за смерть. А так и сыну взял поблажку и закон Божий нарушил, а тоснал обессалом. А потом он поплатился тем, что его сам в жизни не лишился. Но уже пятьдесят обессалом, высечь из него Бог не мог. Как будто ничего этого не было. Я просто для примера говорю. Итак, когда есть заповедь, вот тогда грех делается крайне грешным. Пока не было устава, не было сказано, то считалось, что неизнащительно. Вот сегодня отмечают православный день Святой Троицы, сошествие Духа Святого. И Дух Святой, Христос предсказал о нем, придет. Ну и что придет? Выходят люди на улицу сегодня из храма, скажите, какой не Троица? Вот там веточки, все это знают. Там точно та же трава во всех храмах. А назначение Духа Святого какое? Как такое? Ну батюшка сказал, и любых Бога Отца, и общение, это причастие Святого Духа. А причастие это причащение, люди понимают. А Господь сказал, что Дух Святой придет и обличит мир. И дальше перечисляет, на чем? Главное, для чего Дух Святой придет, это для нашего обличения. А вот этого-то совсем людей не знает. А как обличать? А как это больше, чтобы нас обличать? Это означает, что Дух Святой во мне, я могу обличать, имею право. Ты обличаешь лишний достаток, ребенка остановил, да Дух Святой. О суде, о правде. И перечисляет. И в чем это заключается? Поясняет дальше. И Дух Святой будет напоминать о дьяволе постоянно. Почему? А князь миросилу осужден. Вот это все заключено здесь. Это как заповедь дана. И главный грех против Духа Святого. Кто согрешит против Духа Святого, улу скажет. Не простится ни в этом, ни в будущем. Вопрос встает. А что Дух Святой выше Христа? Христос говорил, когда это, он был во плоти. И против Сына человеческого, а не против Христа в Боге. То тот грех порщался. Вот посмотрим, где этот грех трогал сердце человека. Когда делался крайне грешен. Притом объяснение его я искал у святых отцов и не нашел ни у кого. Я потом стал искать. И почему святые отцы об этом молчали? Они же святые. Причины две. Они не знали этого, не пережили этого. Или на нас не дошли их труды. Ну сказать, что все труды на эту тему не дошли, это очень сомнительно. Даже по теории вероятности это не действительно так. Значит, остается один вариант. Они не знали этого. Не обращали на это внимания. Откуда известно? Вторая книга, Сарс, 24-10. И сдрогнуло сердце Давыдова после того, как он засчитал народ. Точкой. Что делал там? Умерщал противников. И изничтожал всех до одного. Даже грименных женщин всех разрубал. Для чего? Чтобы кто не сказал, какой он есть. Когда он служил в другом месте царю Ангелосу. А здесь сердцем сдрогнуло. И сказал Давыд Господу, тяжко согрешил я. Поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я. Ну что ж ты такое сделал, Давыд? Людей засчитал, перепись прошла. Ну какой же в этом грех? Когда людей сегодня спрашивают, а переписи нельзя участвовать. Перепись идет, спрячься куда-то, паспорт никому не давать. Это не примитивно, это не деревянные мозги, а вообще мозгов нет. Мы в Библии считаем не об одной переписи, а о нескольких. И ни с кого Бог не спрашивал. И Христос в перепись попал, оказывается, и не согрешил журнодину. Потому что в один царя августа, в те царя августа, была перепись. И даже в правиле Твериния Сирии, это первая была жена. И первая, и вторая, и третья еще была перепись. Сразу скажу, о чем лишь. О том, что Давыд сосчитал не просто народ, а могущих носить оружие, с кем он может воевать. У нас тут армия такая-то. Мы самый мощный Советский Союз, нам равных нет. У нас ракета Сатана, название такое есть. И мы непобедимы. И Бог разрушил, и ничего нет. Тяжкости грешили. Никогда не считайте много. У нас мало. Кто-то уехал. А это ничего не значит. Большинство там, где Бог. Зато вот, говорит, я один. Но истины никому не уступлю. Хотя бы остался совершенно один. Вот и все. Давыд этого не понял. Постал Еву. А Иав пошел считать еще, говорит, не надо. Бог добавит еще. Народ плодится. Жизнь мирная. Женщины плодовитые. По нескольку жонок. Народ быстро прибывает. Сосчитай. И он ничего не мог сделать. Царский указ превозмог его. А это было вопреки Духа Святого. И когда сосчитал, еще ничего нет. Все нормально. Так же светит мирно солнце. Поют птицы. И вдруг сердце на виду упало. Дрогнуло. Еще не, он не знает результаты. Но вот теперь Дух Святой его коснулся. Сначала он противился Иаву, когда он обречал его. А в это время тяжко согрешил я. И тогда Бог стал предлагать ему. Вот три варианта тебе. Три варианта гибели. Что ты изберешь? И он опять пошел на то, что пусть народ гибнет, так и меня не трогать. Понимаете, как трудно ветхую природу человека ломать под Бога. Никогда не надо смотреть на то, нравится кому-то, не нравится. Будь верен в Слове. Говори его вовремя и не вовремя. Христос, уходя из этой жизни, молился. И эта молитва самая длинная на страницах Библии. Она называется первосвященническая молитва. Там нет слова первосвященник. Но так она вошла в историю. Что Христос есть первосвященник будущих благ. И он молился. И в этой молитве самое главное. Да будут все едины, как мы с отцом. Это главная молитва. Молитва на то, что расходитесь, будто не так молятся, что такого нигде нет. Пророк Илья молился рядом все, а у жрецы было. И чем закончилась этот экуменизм? Закончился полной победой Ильи. И об этом мы считаем вас в всех книгах Библии. Молитва святого ничем не ограничена, и препятствий ей никто не может. Никто. С кем бы ты ни молился, где бы ты ни был, так они участвуются в словах, которые не сходятся с учением православной церкви. Ты этим тяжко согрешишь. Третья книга Маковейская, 2.11 Вот и мы, святый царь, за многие невеликие грехи наши бедствуем. Мы преданы врагам. Говорят о многих тяжких грехах, почему в России была революция. Говорю, ни разу, ни у кого, не просчитав из зарубежных деятелей, местных, почему была революция. Ни разу и нигде был за рубежом. У меня почти вся литература, какая была у них, они мне дали. Я привез очень много книг, и ни одного слова на это нигде не слышал. Что главный грех в чем был? Противление Духу Святому. Сегодня сошествие Духа Святого. Это противление Духа Святого было в царской России. Это противление Зарубежной Церкви, Московской Патриархии, везде и всюду. А заключалось в чем? И придет Дух Святой и научит на всякую правду. И обречить мир. А вот этого-то и не было. А чтобы обречить мир, а тогда радио не было, интернет не существовал, надо было идти в каждый дом и заходить и проповедовать. Идите по всему миру. Это последние слова Христа. Как этого можно было не видеть? Читают Евангелие. А вот каким крестом? Двумя или тремя? Вот об этом будут у нас говорить. Еще в Писании нет. А что сказал идите по всему миру? Вообще этого нету нигде. Я нигде не просчитал, чтобы Иоанн Кроштанский говорил, горе нам, что я не посылаю людей на проповедь. А там сектанты. Да они потому сектанты, что не научены. Они добры с сердцем. И первое, до которого дошли пророславные сектанты, это они не по злу отходили. Потому что слово Божие неизвестно. Они получили Евангелие, вернувшиеся из плена в Германию. В Германии когда были. И они увидели, что тьма, ничего не знают. Собираются вместе, изучают, еще в церковь ходят. И спрашивают батюшка, а что лучше в церковь ходить в воскресенье или дома сидеть, Словом Божьим заниматься? Батюшка просто сказал, приходите в церковь. И мы сейчас Словом Божьим занимаемся, проповедуем. А потом придем, я с вами буду. Священник постарел, не знаю. Он не знает. Я на сегодня не знаю. Ты можешь стоять часами в храме, но не зная Слова Божие, ты просто столбом сделаешься. Дух Святой придет и наставит. А как он наставит? Если проповедовать не будем. А Господь говорит, сидите, решили здесь. Десять дней вот это монастырь на всей земле. И Дух Святой придет и облечет вас силою. И будете мне свидетелями. Кто? Да все. Да одного. Это самый тяжкий грех, который в православии был. Нет проповеди. Евангелие скрыто. И сатана сегодня этим мракобесием отравляет сердца людей. Слушай, человек нету, видите, наполовину нету. Почему? А кто-то сказал, кто-то сказал, епископ сказал. А ты бы сказал, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазнен. Потому что Бог призывает к единению и к слышанию Слова Господня. А кто закрывает ухо от слышания, а я буду молиться от того. Молит от того мерзость. 28.9, критика Соломона. Вторая книга Едер, 8.73. Еще от времени отцов наших и до сего дня мы находимся в великом грехе нарушение заповедей Божьей. Народу израильскому запрещено было общаться с другими народностями, чтобы не принять идолопоклонность. А разве принимать? Да слушай рядом, читай Писание. Опять Валу поклоняются, опять Астартию поклоняются. Вот поэтому и каноны были. А если бы они шли туда и свидетельствовали, то Бог благословляет на это. Проповедую во время и не во время. Когда не во время? А в любое время дня и больше. Свидетельствуй. Ты не знаешь результаты, какие будут от Слова Божия. Если оно не сеяно, я всегда говорю на огороде, ничего не сеять, стопроцентная гарантия, там ничего не вырастет, винограда не будет. А вот посеял, тут надо, то ли будет, то ли нет, может жук съест, может засуха будет. Поэтому надежда не постижает человека. Вторая Едер, 8.83. И все, что приключается нам, бывает, за злые дела наши и за великие грехи наши, ты, Господи, облегчил грехи наши. Грех надо знать. Почему он крайне тяжел? Потому что заповедь была. Вот заповедей пока нет. Вот не стоит святокор красный. Шофер пролехал, с него ничего не спросится. Потому что нет указателя. А когда указатель стоит, да еще фиксирует его, он может отговариваться, не заметил я, да просмотрел, да задумался, милиционер на это внимание никакого не берет. Ты обязан ответить по закону. У нас есть заповедь, да будут все едино. Меня спрашивают, ну, я приехал бы куда-то, я не знаю, куда-то арестовали, а потом на поселение. А в этом поселении я приехал, а сейчас там одни пятидесятники. Вот в воскресенье где бы ты был? Где собрание у них. И пошел бы, где мы жили в Пензе, мы ни одного собрания баптистского не пропустили. В Баруле точно так же. Мы не четыре раза в неделю, мы четыре раза в неделю ходили. А они, их члены, не все посещают, нас всегда они там видели. И я как многое получил. Еще и трудно сказать, где я больше получил. Почему? Я знал, что нужно быть едиными. Ну а результат какой? Я могу показать людей, которые пришли с баптистов, стали у нас священниками, православными. А те, которые говорили, не сообщайся, не молись нигде. Они что могут показать, кроме тьмы, своей души и злобы? Эти люди крайне озлоблены будут. Бойтесь, как огня противления Духа Святого. Сегодняшний день пятидесятница раскрывает душу. Идите по всему миру, двери открыты. Эта история сейчас думает, кому еще не сказал, так работал, так-то надо обязательно сходить на работу. Там знакомые, позвоню. Третьим людям, возвещу. Серахов, 6-й глава 6-й стих. И не говори, милосердие его велико. Он простит множество грехов моих. В первую очередь, об этом не молятся. Я сегодня читал, как сказать, воззвание зарубежного синона за 96-й год. Конечно, многое изменилось за эти 12 лет. И наш епископ там подписывали под это. Говорят о грехе, о том, что надо исповедоваться, прищащаться. Слова правильные, все. Ну, совершенно они достигают сердца. Эти слова, взятые из книги жизни, делаются мертвыми. Где нету духовения Духа Святого. И думаю, если бы сказали так, что мы здесь находимся потому, что не свидетельствовали. Революционеры пошли потому-то и потому-то за таким обманщиком. Вот мы оказались за границей потому и потому, что не было свидетельства. А за границей оказались половину католики ушли, сектанты, потому что не учили. 70 лет, как они, я не лепнул, но ничего не научились. Я вчера просчитал, сегодня встал на свежую голову. Да, еще раз просчитай. Взял карандаш, просчитал. 10 епископов, митрополит Виталий по главе. Я ничего не могу, так опадать и плакать. Они не знают. Они не видят погибели. А только одно, ни с кем не сообщайся. Чего ты надмиваешься? Старостельные греки, православные, с нами ведь вместе тоже молиться не будут. Они ни с кем молиться не будут. Хотя их там 6 разных юрисдикций. Бог не сказал, дробитесь из-за того, какая борода у тебя как пальцы сложила. А говорит, да будут все едины. А ты любишь христа, и я люблю. Давай вместе поблагодарим Бога. И прославим Его Единого Святой Троицы, умершего за нас, который дал Дар Духа Святого. Мы говорим, самое главное, что Христос родился. Главное. Да главное то, что Христос умер. Но результат всего в Троицу придет. Потому что жертва за грех, принесенная Христом на Голлопе, должна была явиться на небо. И он за того, говорит, наш начаток, потому что начальное, это первоначальное, это тело из земли взятое. И оно у Христа было такое же. Он его вознес. И 10 дней, как будто там идут переговоры на ней. Ну, святые отцы так описывают, как искать, а выигрывают эту тему. И он говорит, отец, я страдал за них. Эти люди немыши, они слепые. Откроем глаза. Нельзя этого сделать. Они враждебные люди. Я умер за них. Они примиренные. Отец, они никогда не будут смотреть прямо. Дай им Духа Святого. И Христос уговаривает, как бы, это ново, конечно, надо понимать. И через 10 дней сходит Дух Святой. Почему? Примиренное человечество получает дар Духа Святого. И от Духа Святого все возрождается. И же везде сны, и все исполняются. Кровища благих и жизни подателю. Повторяйте одну страшную фразу из послания к Риму. Кто Духа Святого не имеет, тот не его. Это надо день и ночь. Стоять и молиться, Господи. Если я имею Духа Святого, то как Он проявляется? Он проявляется в единстве, в любви, в благовестии и строгости. Наличие Духа Святого проявляется в жизни. В жизни подателю. Да какая это жизнь, когда все неверующие, рябом родные, близкие, не знают Бога? Потому что не было там свидетельств живого. А люди просто прийти, стоять с нами. А что это стоять? Получше полежит. Там телевизор, интересно. А ты покажи то, что у нас в миллионы крат выше того, что они имеют. Покажи им Христа. Вот сегодняшний день, это день начала. Начало церкви. Запомните. У всего есть начало. Как в книгу Гиннеса заносит. Сегодняшний день образовывается церковь. Христос умер, а церкви нет. Ну и умер, и что? А сестерка, это нет. Христова невеста еще не куплена. Еще не создана. Еще не родилась. Рождество Христа знают. А рождение церкви? Спроси сегодня, где Троица. А что рождение церкви сегодня? Ну кто же про это знает? И родилась от Духа Святого. И родилась от проповедни апостолов. И кто начал проповедовать? Никакой академии не заканчивал. Обыкновенный рыбак. Но какую сеть он забросил? И не прорвала. Две тысячи лет тянет и тянет к берегу суда Божия. Книга Материя 18, 20. И сказал Господь. Вопль садом и гамор велик он. И грех их тяжелым весьма. Почему? Потому что сама природа учит естественное употребление женского пола. И сегодня вот этот разврат сеется везде. Вот эти моды, да и все, гомосексуалисты. И грех их весьма тяжел. Это не просто женщина надела мужскую одежду и ходит. И священники никакого внимания не обращают. Почему? А если бы сказали, кто носил наш дом и мужскую одежду там, не в юбке. В храм не заходите. Сегодня храмы были бы пустые. Поэтому священники планку понизили. Это ничего не значит. Ну это блющная пара. Разные слова скажут. Это грех Содома и гамора. И он весьма тяжел. И вопль великий. И огонь у Бога приближается. Кадильницы ангелы наполнили углями. И просыпет на землю. Об этом надо молиться. И детей своих научить так, чтобы они страшились мужской одежды. Чтобы было благоговейное отношение у мальчиков друг к другу. Бытие 20 глава 9 стих. И призвал он велех Авраама. И сказал ему. Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты налил беду на меня и на царство? Мой великий грех. Не все знают, что случилось. Когда он вошел в ту страну, Асара была у него красавица. И он говорит с ней, что ты скажешь, что моя сестра. Хотя она и была боюрная сестра. А фараон увидел, что красивая в горе. Но ночью явился Господь. И сказал, я убью тебя. Ты отнял жену. И вот он призвал Авраама и говорит. Зачем ты такой великий грех налил? Поэтому никакими человеческими ухищерениями никого не спасти. Умейте прямо сказать. Иногда приходится выбирать момент. А иногда и времени нет. Можно подойти и сказать. Дело обстоит вот так. Человек огневается. А потом, что еще и дары был ему Аврааму дал. Откуда и огарь-то, видать, появилась? Так считают толкователи. А если бы сказал правды, этого не было. Великий грех говорит неправду. Великий грех скрывать что-то. Достойное осуждение. Исход 32.21. И сказал Моисея Аарону. Что сделал тебе народ сей, чтобы ты ввел его в грех великий? Что сделали русские люди такого, что священники скрыли Слово Божие? Священники не люди. Люди не могли скрывать. У них его не было. Но Евангелие-то в церкви было. Евангелие не могут перевести на сегодняшний день многие. А мы переводятся. Вот сейчас мы стоим здесь. И может именно сегодня переводится на якутский язык, на чувашский, на чеченский. На разные языки мира все еще переводят и переводят. Это люди делают повышение Духа Святого. Не иначе. В этом деле, слава Богу, участвует и православное. Ищут таких. И вот Аарон сделал великий грех, сделал идол от Золотого Тельца. То есть всякая попытка отвернуть взгляд от Христа это великий грех. Вы научитесь так рассуждать. Я молюсь Господу и между мной и Богом никакой прокладки не должно быть. А кто-то запрещает это. Какое ты имеешь право между мной и Богом вмешиваться? Я перед Богом и я Богу молюсь. Сегодня день Господень и я в храме. Превыше всего одержи заповедь Христова. Да будут все едины. На небе перегородок не будет. Я так мысленно прикидываю. А представьте, что окажутся спасенными католики. Окажутся спасенными те, о ком даже не думали. Григорияна, армяне, которые были со священством. Там, наверное, на небе-то примерять никто не будет. Значит, где-то выступает момент на земле этот. Первая книга Царств, 2-17. И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом. Ибо они отпрощали от жертвоприношений Господу. Это не просто молодые ребята бегали и прыгали. Это были, по-нашему сказать, митрополиты. Это сыновья священника Ирия. Они нарушали заповедь. Заповедь была такая, принеси жертву, а потом там плечо отрежешь это священнику на жарко и на шашлык. А они, наоборот, сначала выбирались, а еще останется то Богу. Возьми Боже, что мне не Боже. И народ это видел. Некоторые люди-то знали закон. И их это отвращало. Грех священника такой был великий, что люди массами, тысячами стали отходить от православной церкви. Почему Богу ничего не делает? Посмотри. Я работал у него во время просто ест все мясное. Ну, может, и добавляет что-то. Но было же. Я ни разу не слышал такого, чтобы человек работал у священника и сказал, и батюшка с нами каждый день проводил занятия, хотя по полчаса. Как много я узнал, находясь с батюшкой, со священником. Ни разу не считал, нигде этого не написано. Ну, епископ Павлин, который сам себя продал в рабство и там свидетельствует. Но это история давняя-давняя, четвертого века. И все это делать вывод нам. Дух святой обличил бы этих юношек, они были покинуты. А первосвященник Илей куда смотрел? Он же патриатром был. И Амзатолуц говорит, рецепт был, но не использовал. Твои дети тебя не слушаются? А что делать? По пальцам пережимай. Первое. Их нужно было что? Связывать. Избивать. И изгонять. Все. Ко мне претензий никаких не предъявляется. Это я в Амзатолуц говорил. И тогда вы и Илей спас свою душу. А если бы они не покаялись, а теперь вина на них будет. Он не говорил, и Господь сказал, и ты с ними вместе пойдешь. Поэтому никогда не спрашивай для ребенка, пойдет он в храм или нет. Вечер разводят. Я уговорила своего внука в церковь пойти. Внука. Ну 4 года. И он дал согласие. Да то ли в уме, бабка. Ребенок уговаривает его. А ты его не поднимай, он бутыка лежит. Он лежа будет есть. Он вставать вообще не будет. В школу же мы не уговариваем. Пошел в школу, первый день занятия. А в церковь надо уговаривать 4-х летнего. Это безумие внутри нас. Дух Святой так не делает. Златоуз говорит, видишь, в воскресный день человек поехал на пастбе, на пашню. Стащи его с телеги. Устрой драку. Когда считаешь, это хулиганство какое-то. Посигновение на личность. А вот за эти слова тоже ответишь. И скажи, я спасаю душу. Я тащу в храм. Я уже сегодня здесь кое с кем успел схватиться. Не идете в храм. Как много вы теряете. Чужому мракобесию вы покоряетесь. Это нехорошо. Бог зовет нас к единению. К любви. Первый остаток 12-17. Вы узнаете, умеете, как велик грех, который вы сделали предачами Господа, прося себе царя. Вот оно, голосование наше. А что особенного я проголосовал за президента? Велик грех сделал бы. Я говорю, но до некоторых не доходит. Они просили царя. И называется великий грех. Почему? Ты не знаешь, кого просить. Тем более неверующий. Которого масона поставили. И ты за масона поднимаешь руку. Проси в этом грехе тяжком сегодня прощение и милосердие от Божия. Ты же разве не знаешь, что все они поставлены только для одного. Чтобы привести к мировому владышеству евреев. И чтобы один антихрист был. Все президенты мира до единого. Китайские, русские, египетские. Все до единого. Они тоже многого не знают. Если они думают, знают, то евреев протоколы говорят. Это только прихожие, в которые мы их запустили. А дальше мы их не запускаем. Конечная цель известна нам. Задача всех. Катихристу под ноги положить. Вторая параллельная по минуту 28-13. И сказали им. Не вводите сюда пленных. Потому что грех был бы нам перед Господом. Неужели вы думаете прибавить к грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша. И пламень гнева Господи над Израилем. Воевали. И евреи с адреслями. Взяли пленных и повели домой. И пророк вышел на встречу. Он с тобой взял помощника. Вы что делаете? Какие пленные? Вы накормите их. Напойте. Оденьте. Рано перевяжите. Отпустите домой. Вот что нас Господь спросит. Они так припоминают. А где виноват тот-то реформатор там? Или Никон? Или Петр Первый? Или Сталин? Я перед Богом стою. Все прощаю. И сегодня я прошу. Простите друг друга. Начнем с новой страницы. Сделал все запутанное на этом этаже. Мы переходим на другой этаж. Пусть он путается здесь. Любите Господа. Этот день пусть будет днем памятным. Иеремия 16.10. Когда ты перескажешь народу сему все эти слова, и они скажут тебе, за что изрек на нас Господь все это великое бедствие? И какие наши неправды? И какой наш грех, который мы согрешили перед Господом Богом нашим? Я абсолютно точно знаю. На грехи народа сегодняшний день никто не будет указывать. А Дух Святой пришел как раз для этого. Обрещать мир и в неправде, а или в суде, А если бы сегодня в каждом храме была проповедь о том, что Россия в таком состоянии бедственном, что народ вымирает, единственное потому, что Дух Святой покинул людей. И если бы Духа Святого просили, и просто на коленях сегодня молитва, молитва о Духе Святом, и люди стоят то же самое, их не касается. Молитва, которая сегодня длинная, считается на коленях, это элемент богослужения. К ним надо подвести человека и каждое предложение показать. Но в этих молитвах нет самого главного. Я касаюсь тем, за которой меня просто повесят. Самое главное не то, что Дух Святой обличит мир, а не правду. В молитвах этого нет. И Дух Святой нам благовестие всех посылает. В молитве этого тоже нет. Выходя сегодня из храма, скажем, Господи, Ты нас обличил через Слово Твое Святое. Соделай нас женами мироносицами. Соделай нас последователями святых апостолов. И чтобы в вечности мы явились ведомые Духом Святым. Аминь.